Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я и ведущий Александр Гурарье. Война в Украине продолжается. По сообщению израильского портала «Детали» Минобороны Украины подтвердила, центр Севера Донецка перешел под контроль российских войск. 13 июня на Бритинге сообщил об этом спикер Министерства Александр Матузяник. Он подчеркнул, что у россиян есть серьезные преимущества в артиллерии. При этом украинцы заявляют, что опубликован список, как бы условно список вооружений, которые им требуются в настоящий момент, но Европа пока не чешется. Что же происходит в Европе и как реагирует Европа на события в Украине, поможет нам разобраться с этим журналист Евгений Кудрис, который на связи с нашей студией из Германии. Евгений, добрый вечер! Здравствуйте, Александр! В прошлый раз я был адвокатом, но теперь все правильно. Да, сейчас на адвоката не потянули. Евгений, ну так мы как бы традиционно начинаем наш еженедельный обзор с того, что слышно об оружии, что слышно о поставках вооружения. Да, но я хочу, кстати, уточнить то, что вы сказали цифры, что Украине нужно 1000 гаубиц, 300 реактивных системов залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники. Ну это такая серьезная заявка, знаете. Да, но по поводу гаубиц я могу немножко успокоить, что как раз гаубицы из Германии поступят, причем в символический день, для нас 22 июня, я думаю, что это не случайно выбрана такая дата, такой вот троллинг тонкий со стороны Германии. Но вы знаете, что в ближайшие дни, скорее всего, это еще не уточно, но состоится визит Олафа Шольца в Киев, причем он будет не один, а в компании вроде бы, опять не точно, Макрона и представителя Италии Драги, да его фамилия? Вот, и здесь, конечно, тоже это очень важно, если это действительно состоится, но, как я уже сказал, почему-то нет официального еще подтверждения. Это газета Bild об этом написала, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить Киев, и тут интересен вот такой контекст, вы знаете, что Зеленский уже давно приглашал Шольца в Киев, но там были у них какие-то там недопонимания какое-то, и это было связано с Штайнмайером, да, но сейчас вроде это все... Ничего себе не недопонимание, когда планировался визит президента Германии, ему сказали, что он как бы нежелателен, да? Да, 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 совершенно верно, потом это все уладили, и сейчас вроде никаких таких разногласий нет, и ничего не мешает приехать канцлеру Германии в Киев. Но что меня, честно говоря, смущает, это вот то, о чем мы с вами постоянно говорим в наших эфирах, что на Западе есть такая вот тенденция, ее вот сегодня озвучил Джозеф Боррель, он заявил о необходимости продолжения диалога с Россией, и он прокомментировал слова Макрона о том, что нельзя терять Путину лицо, и он сказал, что это заявление отражает реальность. И меня, честно говоря, вот такие настроения немного смущают, потому что я считаю, что сейчас преждевременно говорить о каких-то перспективах, о дальнейших отношениях с Россией, как это все будет выстраиваться после окончания боевых действий, сегодня нужно решать совершенно конкретные вещи, поставки вооружений, причем тяжелых вооружений в Украину. Ну, а о том, какой будет диалог с Россией, мне кажется, об этом нужно думать уже в последнюю очередь. Ну, во всяком случае, не в последнюю, но во вторую, но не в первую. Евгений, а что происходит сейчас с притоком беженцев? То есть мы с вами говорили в прошлой нашей встрече, что Германия продолжает принимать, но поток несколько ослабевает. Что происходит сейчас? Ну, насколько я знаю, я не слышал, что вообще этот поток продолжается. Насколько я знаю, что он или приостановлен, или если приезжает, то уже чуть ли не единицы. Потому что Германия уже, честно говоря, свой этот потенциал, я насколько понимаю, исчерпала. Но вот по поводу интеграции беженцев, я прочитал информацию, что студентам будет предоставлена государственная стипендия. Только здесь такой весь момент, что эту стипендию надо будет возвращать. Она здесь, вот я не знаю, как у вас в Израиле, в Германии, стипендию платят как бы в кредит. И нужно потом ее будет возвращать. То есть это не просто так, как у нас в Советской Редине. Но вы говорите, это не стипендия, это уже как бы получается действительно кредит, ты берешь кредит на обучение. Да, но это называется все равно стипендия. Называется БАФЁК, это сокращение, это аббревиатура немецкая. Но просто чтобы люди знали, что это не какой-то подарок от государства. И вот о чем мы в прошлый раз говорили, что беженцам предоставляется медицинское обеспечение, что они могут пройти обследование, и у специалистов тоже проходить медицинское, вот все то, что положено, в принципе нет разницы между коренными немцами и беженцами. Потому что я уже говорил, что... То есть медицинскую страховку полностью, да? Да, да, да. У сирийских беженцев такого роскоши не было. Они могли только в каком-то там, если зуб заболит, прийти. А если так, просто прийти, скажите, сделайте мне там общее обследование, такого не было. Вот. И шансы очень хорошие именно для молодежи на интеграцию, потому что они заинтересованы учиться и работать. Поэтому я думаю, что у них не будет проблем. Что касается пожилым, то им тоже тут оказывается помощь. Но сейчас, вот как я уже сказал, я не слышал, чтобы продолжался вот этот поток. Мне кажется, что он уже исчерпал себя. И я знаю, что часть людей возвращается на родину, несмотря на все боевые действия. Это меня, честно говоря, тоже немножко настораживает. Но вот некоторые люди просто рвутся назад. Евгений, а что... Мне попадали заголовки о том, что оппозиция продолжает критиковать Шольца за медлительность, за, так сказать, нерасторопность. То есть он обещает, но на самом деле поставки практически не идут. Есть ли опасность какая-то для правящей коалиции в этой сфере? Ну, вы знаете, даже есть, вот появился такое выражение, валять Шольца это постоянно обещать, но ничего не давать. Ну, я придумал новое слово, насколько я так понимаю, проверю, вроде нет. Шольцевать, я бы сказал. Потому что макронить это звонить без пользы, а шольцевать это вот как раз давать обещание. И вот действительно член оппозиционной фракции ХДС Гунтер Крихбаум подверг критике как раз Шольца. Но тут шла речь не только о предоставлении оружия, но и в том, что нужно предоставить Украине, Грузии и Молдове статус кандидатов на членство в ЕС. Это сейчас тоже вопрос такой с подвешенной интригой, потому что, насколько я понимаю, речь даже идет не о том, чтобы Украине дать статус кандидатов в члены, а статус кандидатов в кандидаты. То есть этот процесс, я так понимаю, будет растянут, и опять нет консенсуса среди членов Евросоюза. Все равно есть какие-то голоса против. В частности, я так понял, что протестуют, протестуют, ну не то, что протестуют, а выражают сомнения Дания и Нидерланды, и, скорее всего, Венгрия тоже не будет, так сказать, рада. Так что здесь вот интрига подвешена, но я надеюсь, что скоро это все разрешится, потому что в конце июня будет саммит ЕС, там будет как раз решаться вопрос членства Украины в этой организации. А что слышно с эмбарго на нефтепродукты? То есть Германия продолжает закупать нефть и газ? Ну пока да, потому что все же растянуто по времени, то есть до конца года речь идет о нефти, а газ, по-моему, будет еще чуть ли не два года закупать Германия. То есть вот такого перехода на резкого не будет. И, насколько я знаю, вот министр Хабе как раз призвал к экономии и сказал, что нужно, собственно, очень так постараться, имеется в виду зимой, экономить электричество и также отопление, чтобы, ну, с одной стороны, так сказать, насолить Путина, с другой стороны, люди должны понимать, что вообще сейчас не время, чтобы там роскошство, роскошство, да, то есть чтобы у вас там была условная Африка. Ну, то, что называется прижать лохмоти. Евгений, а есть ли какая-то информация, то есть вот тоже появлялась инфа о том, что в Германию пытаются приехать не только беженцы из Украины, но и, как бы, граждане из России. То есть это и журналисты независимые, и люди, которые, как бы, ну, не согласны с действиями властей, пытаются уехать. То есть вот мы знаем, например, на примере Израиля, что у нас так называемых беженцев от войны со стороны России больше, причем намного больше, чем из Украины. То есть, ну, слово беженцы от войны здесь, конечно, в кавычках. Вот. Что происходит в Германии? То есть я видел, что международная организация «Репортера без границ», она призвала ФРГ упростить выдачу виз независимым журналистам из России. Что говорят об этом в Германии? Ну, у вас немножко устаревшая информация. Дело в том, что уже упростили эти визы, и сейчас я знаю, что 70 человек, вот как раз о ком вы говорили, прогрессивные журналисты и противники режима Путина получили вот эти визы. Ну, понятно, что 70 человек — это очень маленькое количество, но я думаю, что оно будет увеличиваться. Но вообще, что касается не только журналистов, вот я знаю, что Deutsche Bank перевез, по-моему, около тысячи специалистов, которые работали на эту организацию в Москве и в Питере, в Германии. То есть это все было официально, потому что они, собственно, и работали не в российской компании, а в немецкой. И вообще IT-специалисты здесь требуются. Так что я думаю, что у тех, кто является, с одной стороны, хорошим специалистом, с другой стороны, противником Путина, все есть шансы для того, чтобы переехать в Германию. Но по количеству, естественно, это не может никак сравниваться с количеством украинских беженцев, потому что... Это другого рода беженцы, это другие люди. Это не беженцы, да. Это другой статус. Это больше политиммигранты. Их еще называют интеллектуальными мигрантами. Да, и как раз это подпадает под закон о гуманитарных вот этих... Ну, не беженцах, но, во всяком случае, под гуманитарным это можно все соусом подать. Но то, что касается IT-специалистов, это не связано с войной напрямую. То есть, если это было и до того, и будет... То есть, это не обязательно, вы должны быть одновременно противниками Путина. Если вы просто специалист хороший и хотите работать в Германии, то ваше уже предпочтение никого не волнуло. А, то есть, это действовали до войны тоже, да? Да, это была вот эта Blaucard, вот эта так называемая программа для специалистов высокого класса. Это айтишники и другие специалисты. И это не только, естественно, из России, из Восточной Европы. Так что, эта программа действовала. Но сейчас это ускорило. Я просто знаю, что из России уехало огромное количество, говорят, чуть ли не 4 миллиона с начала боевых действий. Просто я так понимаю, что в Германию основной поток ринулся как раз в бывшие страны СНГ, бывшие страны Советского Союза, Грузия, Армения и так далее, Средняя Азия. Вот в Германии здесь не так много как раз уехавших из России. Ну, так я понимаю. Ну, очевидно, они просто не все знают, что можно там получить легальный статус. Евгений, последний вопрос, такой, опять-таки, традиционный. За минувшую неделю что-то изменилось в плане, так сказать, цен, что происходит на рынке, так сказать, продовольственных и просто бытовых товаров? Да, могу вас порадовать. Появилась мука. Меня? О чем не радуется? Да, ну не вас, а... Она у вас пропадала? Да, пропадала мука, вообще просто не было ее начисто. Непонятно почему, потому что я так понимаю, что она не связана напрямую с подсолнечным маслом, это понятно, но с мукой было непонятно. Сейчас появилось, но, опять же, ограниченное количество, две пачки в руки. Сейчас никаких изменений цены не наблюдается, все вроде стабильно, дефицита нет. И вообще обстановка, вот я сегодня ездил по делам в центр города, люди гуляют, ходят, такое ощущение, что ничего не происходит. Но это понятно, что все происходит за пределами Германии, поэтому на повседневную жизнь это никак не отражается. Спасибо, спасибо большое, Евгений Кудрец, независимый журналист из Германии. Наша программа продолжается, оставайтесь с нами.